Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Всем здравствуйте! Начинается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Узелья, Николай Голиков. Доброе утро! Ну что, сегодня у нас 23 сентября, на часах 11.06. А на улице выглянуло солнышко, а студия полна красивых девчонок. Это все верно, да, все именно так. В 12 часов, как всегда, по пятницам у нас будет «Культпоход». Слушатели, расскажем вам, куда сходить и на что посмотреть, чтобы организовать свой досуг со вкусом. Как всегда, «Культпоход» — это у нас викторина. Очень много хороших подарков для вас. Мы приготовили отличные книги и билеты на концерты, выставки, спектакли. Все это для вас. Если вы, напоминаю, дозвонитесь до нас по номеру 211-101, будете правильно отвечать на наши вопросы. Ну и сегодня к нам гостья придет. Придет она к нам. Екатерина Никитина к нам придет. Из Кировского драматического театра. Вот. И кроме того, по первой нашей теме мы вам еще предлагаем заглянуть на наш сайт и нашу страничку ВКонтакте и поучаствовать в нашем опросе. Опрос такой на интересную тему социального предпринимательства, да? И вот как раз он касается того, что знаете ли вообще, что такое социальное предпринимательство? И три варианта ответа мы даем. Я знаю точно, что такое социальное предпринимательство. Я догадываюсь, что это такое, но на 100% не уверен. Ну и третий вариант, конечно, тупой. Нет, не знаю. Вот я смотрю предварительные итоги у нас на сайте. Попалом те, кто знает и те, кто... Ну, вроде бы догадывается, но все-таки не на 100%. Николай, вы-то знаете, что это? Я вот как раз догадываюсь, но на 100% не уверен. Хотя мы здесь в студии говорим уже довольно-таки долго на эту тему. Какие ваши догадки? Что это такое? Я думаю, что это какое-то очень хорошее предпринимательство, от которого всем хорошо. Это точно. Абсолютно. Я угадал. Да. Вы должны голосовать. Знаю точно. Клиент выбирайте и не сомневайтесь. Но что такое социальное предпринимательство, знают наши гости, это 100%. Сегодня у нас в гостях Юлия Афанасьева, наша коллега, старший специалист по связям с общественностью Кировского филиала Теледва. Добрый день. Добрый день. И также Дарья Лопатина, методист проекта «Три месяца до экзамена». Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Русинова, руководитель проекта «Устройство для коррекции устной речи». Всем солнышко и тепла в этом городе. Вот так вот. Вот так. Сразу понятно, что пришли социальные предприниматели. Ну что, давайте будем разбираться, что такое социальное предпринимательство. Почему мы, собственно говоря, сегодня заговорили об этом. Заговорили мы об этом именно потому, что три кировских проекта вышли в финал конкурса «На встречу переменам». Это всероссийский конкурс вот как раз социальных предпринимателей, организуемый фондом «На встречу переменам». Юлина, сначала слово тебе. Расскажи, пожалуйста. Как представителю организации, одной из учредителей и организаторов этого конкурса. И какое отношение, конечно, жители два имеют непосредственно к фонду «На встречу переменам». Добрый день всем еще раз. Я на самом деле очень рада, что в этом году у нас целых три финалиста. Вообще, что это такое? Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства помогает российским социальным предпринимателям реализовывать лучшие детские программы. Фонд считает себя уникальным, и я думаю, на самом деле это действительно так. Ты, Света, имела возможность в этом убедиться, потому что поддерживает самые смелые инновационные идеи. Фонд объединяет социальных предпринимателей, учит их реализовывать свои проекты, зарабатывать деньги на реализацию своих проектов. Существовать не только на гранты, но и чтобы проект сам себя окупал. Причем здесь компания «Теле-2», при том, что мы с фондом дружим уже достаточно давно. Мы являемся основным партнером фонда и помогаем не только материально, но и морально. Наши сотрудники участвуют в волонтерских... Это точно, поддерживают, да, так и происходит. В волонтерских чтениях на первоначальном этапе сотрудники «Теле-2» вычитывают все заявки от социальных предпринимателей на соответствие критериям. Ну и, конечно же, мы помогаем там своими консультациями, консультациями по PR. Участники ездят в Москву, учатся в нашем офисе, общаются в том числе с нашими сотрудниками. Конкурс этот стал всероссийским в прошлом году. До этого он собирал заявки из крупнейших городов России. А вот так вот массово объявили клич по всем регионам нашей страны в 2015 году. В прошлом году было 400 заявок, в этом году заявок 300. Из 300 человек в полуфинал вышли 51. Что меня радует, вот если сравнивать с прошлым годом, в 2015 году в полуфинал вышла только одна заявка, это твоя. Кировскую заявку. Кировскую, да, Кировскую. Конечно, я говорю о наших полуфиналистах. Да, но у нас, просто слушатели, может быть, не знают проект «Верю в тебя», и вот как раз мы прошли и в полуфинал, и в финал в итоге победили в прошлом году. Да, и получили грант. Поэтому я знаю все. И когда Юля говорит, что Теледва поддерживает эмоционально и всячески, это действительно так. Ну, на самом деле, очень приятно слышать. А в этом году, что интересно, от Кирова было три заявки, и они все прошли в полуфинал. В прошлом году, кстати, десять заявок, порядка десяти, восемь, десять, но в полуфинал прошла только одна. Ну, это действительно радостно, да. Да. А, Юль, а как дальше-то будет после полуфинала? После полуфинала полуфиналистов пригласят на обучающие семинары в Москву, на которых на них также будут смотреть. То есть само по себе обучение тоже является таким отборочным этапом этого конкурса. Сотрудники фонда будут учить, сотрудники компаний-партнеров будут учить полуфиналистов быть социальными предпринимателями. При этом они на них тоже будут смотреть, будут давать им задания. Правильно, Света? Да. Как это происходит? Действительно, когда ты проходишь, вот уже все вот эти вот этапы подачи заявки тебя уже отобрали. Следующий этап ты едешь в Москву, там собираются все, кто прошли в полуфинал, проходит обучение. Лучшие специалисты в этой сфере, в сфере социального предпринимательства проводят лекции. Если проходишь дальше, то там еще несколько этапов, и нужно защищать свою заявку. Что интересно, именно этот фонд и этот грант уникален тем, что писать заявку можно в такой достаточно свободной форме и подавать не только от некоммерческой организации, но и просто от физического лица. То есть, если у вас есть хорошие идеи, вы знаете, как изменить этот мир, сделать его еще прекраснее, сделать его лучше, то вы можете просто от себя эту заявку подать. И вот как раз, что касается финала, эту заявку нужно защищать. И так как ты ее пишешь в достаточно такой легкой, свободной форме, это тебе помогает в том числе защитить ее еще на одном этапе, а именно там два жюри, взрослые жюри и детские жюри. И детям, при этом лично у нас, когда мы защищали, дети были разного возраста, и маленькие, и большие, им очень в такой доступной, свободной форме нужно рассказать, что из себя представляет твой проект, и что ты собираешься делать, как ты будешь выживать, откуда у тебя будут появляться деньги, потому что дети на самом деле задают даже такие вот умные вопросы. И тебе вот как-то очень по-простому нужно детям рассказать. Почему дети присутствуют? Ну, потому что в сфере детства, в социальном предпринимательстве в сфере детства. И мне как раз уже очень хочется поговорить с девочками, какие у них проекты. Ну, во-первых, как вам вообще идея пришла поучаствовать в этом конкурсе, и как вы узнали о фонде «Навстречу переменам»? Мы просматривали сайты специальные, на которых указаны различные конкурсы. И вот один из конкурсов, это как раз оказался «Навстречу переменам». И как раз мы еще не успелись оформить юридически себя, но очень хотелось подать куда-то свою заявку, свой проект. То есть вас так же, как и меня, привлекло то, что можно подавать просто от физического лица. Вы как узнали? За этим проектом я слежу уже не первый год. И в прошлом году, когда я узнала, что кировчане стали победителями, и сам логотип, вот это само понимание, так немножко пофилософствую «Навстречу переменам» проекта существует уже второй год. Мы второй год проводим апробацию данной пластины, о которой я немножко позднее расскажу. И сейчас я понимаю, что вот пришла та перемена, когда пора бы уже нашу пластину выводить на рынок. И благодаря участию, немножко, может быть, опережая события, рассказываю свою эмоцию от обучающих семинаров. Настолько девочки, которые работают в этом фонде, настолько они любят это дело, настолько они нас заразили, ну и, конечно, этот самый нетворкинг. Сейчас по всей России у меня есть такие же люди, которые болеют. Вот это именно, вот зачем предприниматель отличается от социального предпринимателя? Предприниматель — это зарабатывание денег, принесение, ну, пусть прибыль. У меня должна прибыль, у меня должны быть деньги, у меня должна быть маржа, и я должен быть счастлив, и при этом буду ли делать я счастливым людей, которые находятся около меня, это большой вопрос. Делаю счастливых свою семью, ну и там ближнее окружение. Социальный предприниматель старается, на мой взгляд, делать счастливых людей, которые находятся около него. Абсолютно верно говорите. Вот что касается нашего опроса, который у нас на сайте, у нас на страничке ВКонтакте, что такое социальное предпринимательство. Просто когда ты едешь, и в том числе защищает свой проект, тебя спрашивают, как ты понимаешь, что такое социальное предпринимательство. Ну, на самом деле, даже после того, как мы победили, очень многие люди сторонние спрашивали, а что ты, вот ты социальный предприниматель, это ты что, ты на детях деньги, что ли, собираешься делать? Это, на самом деле, очень оскорбляло и обижало, потому что здесь история вообще не об этом. То есть социальное предпринимательство, да, это предпринимательская деятельность. Но целью твоей предпринимательской деятельности является не личное обогащение, а именно решение какой-то социальной проблемы. И как раз ты учишься делать так, чтобы твоя финансовая модель просто была устойчива. То есть чтобы ты не зависел действительно от грантов, ты не зависел от пожертвований, а чтобы ты мог свою деятельность как-то повернуть так, чтобы у тебя всегда были деньги на то, чтобы ты занимался своим вот этим вот проектом, то есть продолжал делать какое-то доброе дело. Продолжим разговор после небольшого перерыва. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Недой разворот» в Кирове. Светлана Удельна и Николай Голиков. Сегодня мы говорим про социальное предпринимательство. Слушатели у нас на сайте спрашиваем вас, понимаете ли вы, что это такое. А говорим мы сегодня об этом, потому что три кировских проекта вышли в финал конкурса «На встречу переменам». И мы остановились как раз вот у нас в гостях Дарья Лопатина. Это методист проекта «Три месяца до экзамена». Как раз вот тот, кто у нас вышел в финал Светланы Русинова, руководитель проекта устройства для коррекции устной речи. Тоже полуфиналист. Да, да, да. Юлия Афанасьева, наш коллега, старший специалист по связям с общественностью кировского филиала «Теледва», «Теледва». Такие близкие, хорошие друзья фонда «На встречу переменам». Добрый день еще раз. А сейчас мы уже дозвонились до руководителя спецпроектов фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «На встречу переменам» фонда, о котором мы сегодня говорим. Екатерина Никитина у нас на связи. Екатерина, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Очень рада вас слышать. Расскажите, пожалуйста, как в этом году проходит конкурс. Нам уже Юля на самом деле рассказала, сколько было заявок. Заявок чуть меньше, нежели в прошлом году. Хотелось бы услышать, какие это заявки, отличаются ли они от того, что было в предыдущие годы, ну и то, что вам запомнилось из них больше всего. Если Юля сказала цифру, то это, я напомню, на всякий случай, 306 заявок мы получили в этом году. В прошлом году у нас было больше 400, поэтому да, количественные показатели немножко пониже, но это может объясняться и тем, что количество победителей в этом году у нас меньше. Поэтому люди чувствуют, что конкуренция большая и некоторые, может быть, боятся попробовать свои силы. Но при этом из Кировской области у нас в этом году даже, ну опять же, чуть меньше заявок, чем в прошлом, но зато все они попали в полуфинал и очень сильные заявки, мы за них очень рады. А так, если говорить по поводу того, чем отличается этот год от прошлого, хочется отметить положительную тенденцию, что ведь сел из малого города пройти больше заявок, это нас очень радует. И у нас есть даже мысль сделать, может быть, отдельный конкурс сельского социального предпринимательства, потому что, конечно, и темы другие, нежели в городах, и уровень немножко тоже другой, но поддерживать очень хочется. Вот эти вот заявки, те, которые все-таки прошли отбор, ну какие они? То есть вот есть что-то такое, чего еще не было? Я бы сказала, что да. Я не могу, конечно, сейчас раскрывать все карты, потому что мы обещаем нашим полуфиналистам и всем заявителям, что мы не говорим о содержании заявок и не раскрываем именно идеи, потому что у некоторых это действительно новое, и они только разделись, и человек боится, что идею могут как-то у него перенять. И в каком-то другом месте, да, ее использовать без его ведома. Поэтому я могу сказать, что есть, как всегда, есть с тяжелыми физическими нарушениями, да, с тяжелыми нарушениями здоровья, как можно их интегрировать в общество, как сделать их счастливее, их жизнь радостнее. Есть у нас несколько заявок, которые посвящены диабету. Вот до этого у нас не было никогда таких заявок. Мы тоже этому очень рады, потому что проблема серьезная, и хорошо, что ее поднимают. Ну, традиционно из маленьких городов у мамы детей с тяжелым нарушением здоровья пытаются что-то сделать не только для своих детей, но и для других детей, которые живут в этих городах тоже. Всякие центры, детские сады, образовательные учреждения, реабилитационные какие-то методики. Вот, ну, примерно так. Екатерина, спасибо вам большое. Рассказали нам, как в этом году проходит конкурс. Екатерина Никитина, руководитель спецпроекта фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства на встречу переменам. Но у нас сегодня два представителя проектов, которые у нас прошли, а есть еще один, да, в итоге, да, их три. Кто этот человек и что за проект? Да, у нас есть еще один представитель. Там два автора. Это Елена и Евгения Рыжовы. Их проект тоже посвящен организации дополнительного образования выпускников школ. У них какая-то авторская методика. К сожалению, я не знаю подробностей. Насколько я понимаю, сами ребята еще не совсем определились, что же именно будет на выходе. И их идея пока меняется. Они сейчас находятся в Москве, но так как они из Кирова, они планируют реализовывать свой проект в Кирове и других городах Приволжского федерального округа. Ну, то есть, а идея-то какая изначально? Можно я тогда озвучу, так как с девочками мы очень плотно общались, так как они кировчане. На самом деле, удивительно, когда я приехала и увидела трех человек, трех победителей, полуфиналистов, такая гордость дела. Не хочется сказать всем ребятам, которые живут на Вятке, гордитесь тем местом, где вы живете, прославляйте наш удивительный город, нашу удивительную малую родину и не бойтесь ничего. Идите всегда навстречу переменам, как идут девочки, которые сейчас реализуют свой проект именно в рамках дополнительного образования. Суть проекта заключается в том, что сейчас общее школьное образование не дает развития тех компетенций, которые будут необходимы на выходе выпускникам не только 10-11 классов, но и ребятам, которые учатся в начальной и в среднем звене. Дополнительное образование дает ту необходимую возможность, тот инструмент, когда развивается твой кругозор, когда формируется багаж твоих знаний. И как раз вот их дополнительные кружки, кружковая деятельность у них по биологии направления, по фотошколу дает возможность именно развиваться в этом направлении. Девчонки молодцы, им привет из Кирова, Москва. Ах, не слышат они, наверное. А может быть и слушают. Давайте про ваши проекты. Вас что из себя представляет? Наш проект — это три месяца до экзамена. Страшное такое название. Страшное, действительно, да. Все мы когда-то сдавали экзамены или будем сдавать, и такие неприятные ощущения испытывали, страх, какое-то волнение. На самом деле три месяца — это еще не страшно. Две ночи перед экзаменом. Две ночи тоже еще не страшно. Да, последние больше. Так вот, мы опросили школьников Кирова и узнали, что около 70% испытывают стресс при подготовке к экзаменам. Всего около 70? 75, ну, примерно. Не 100%, не все такие. Да, не все волнуются. Но, тем не менее, ЕГЭ с каждым годом усложняется, условия меняются. Учителя и родители постоянно нагнетают обстановку. Учись, учись, учись. И поэтому возникает такой стресс, волнение перед экзаменами. И что мешает им показать реальный объем знаний. И вот мы разработали курс из 11 занятий, который помогает успешно, уверенно сдавать экзамены. То есть мы обучаем не конкретным направлениям математика, физика, русский, а какие-то даем инструменты, учим учиться простым языком. То есть у нас три части. Первая — это основы тайм-менеджмента, как распланировать свою работу, как распределить учебную нагрузку, как замотивировать себя. Вторая часть — это методики запоминания информации и эффективного конспектирования. И третья — это как бороться со стрессом и повышать свою стрессоустойчивость. То есть такая же психологическая последняя часть получается. Последняя — да. То есть это не репетиторство по русскому языку и математике, чтобы больше баллов набрать, а именно как настроиться на такую грамотную подготовку. Это к тому, как спокойно работать с репетиторами. Да. Ну а в этом, да? Можно и так сказать. А как проекты построены? То есть идея действительно хорошая, но и что с ней дальше? Это 11 занятий, на которые мы выезжаем в школу. Обычно это бывает раз в неделю, на классный час мы приезжаем, проводим занятия. У нас разработаны специальные блокноты рабочие, в которых есть вся информация. Если кто-то пропустил занятие или забыл, что там было, можно восстановить по блокноту. Плюс у нас разработаны специальные рекомендации для педагогов и для родителей, как помочь старшекласснику подготовиться к экзамену. То есть вы выезжаете в школу и проводите такие занятия, а как часто? Ну раз в неделю, на классных часах. Ваши проекты, сколько у вас человек в вашей команде? У нас вообще 6 человек, 3 педагога, маркетолог, менеджер по продажам и СММщик. То есть это люди как раз только над этим проектом, эти люди больше нигде не работают? Еще есть проекты у нас же. У вас же проекты. Вы лично только себя этому проекту посвящаете или в обычной жизни у вас другая специальность? Чем вы вообще в принципе занимаетесь? Нет, у нас вообще в целом мы организовали такую организацию, которая называется «Школа Верх». Проводим курсы личностного роста для старшеклассников. То есть обучаем их мягким навыкам. Есть такое понятие «мягкие навыки» — это то, чему обычно не учат в школах, чему не учат в университетах. Это вот тайм-менеджмент, коммуникабельность, развитие логики памяти, финансовая грамотность. То есть это уже ваша некоммерческая организация? Скорее коммерческая. Это коммерческая организация. Но она косвенно переплетается с вашей идеей, что касается социального предпринимательства. Вот именно проект подготовки к экзаменам, сколько у вас он существует? Мы первый раз его провели в конце прошлого года, то есть опробировали. И вот сейчас начинаем активно по школам ходить и рассказывать о нем. А какие результаты уже есть? Мы провели в одном классе. Значит, в конце мы получили 85% положительных отзывов. Потом класс был непростой. Как нам сказала классная руководительница, это дети, которые слабый класс, невысокая обучаемость. Но все ребята сдали экзамены. Из них примерно 30% сдали ниже, чем планировали. 50% сдали так, как хотели. И 20% выше даже, чем ожидали. Как оцениваете работу свою? Мы считаем, что это хороший результат. И дальше будем продолжать работу. К чему хотите прийти? Для нас самое главное, чтобы ребята перестали волноваться. Вот этот стресс, чтобы умели снимать. Ну и как следствие, конечно, хорошей оценки хотелось бы. Вы знаете, вот наш проект «Верю в тебя», мы работаем с детьми в детских домах и в школах-интернатах. И мне просто очень часто спрашивают, зачем тебе это? Почему ты начала заниматься именно с этим? Именно этим очень много детей. Зачем тебе ездить в детские дома? Правда, очень часто задают. Наверное, вас тоже спрашивают. Зачем вам это? Ну, бывает. Я сама люблю учиться. Какой ваш ответ? Я люблю учиться сама. И мне хотелось бы, чтобы все окружающие вообще любили учиться и повышали свою обучаемость в том числе. И ребята, которые без стресса могут сдать экзамен, они получают, как правило, высшие оценки и могут поступить в тот вуз, который хотят. То есть работать по той специальности, которая им нравится. История все-таки про социальное предпринимательство. То есть ваш проект должен иметь устойчивую финансовую модель. Прибыль откуда? Ну, наши занятия сейчас проводятся на платной основе. Плюс мы хотим все это заснять и выложить видео в интернет и тоже за небольшую плату просмотра. Как это происходит? Вы приходите в школу и говорите, дети... У них же есть человек там по менеджеру. Так вот, я хочу услышать. Он, видимо, сначала приходит в школу. Николай, я все прекрасно понимаю. Я хочу услышать от нашей героини, как это происходит. То есть вот именно финансовая модель. Вы тоже сейчас поедете, будете это защищать. Вам будут задавать равно такие же вопросы. Такие же вопросы, да, причем. Да, и социальное предпринимательство. Логичный вопрос. Откуда деньги? Ну, на самом деле, мы приходим сначала в школу и договоримся с администрацией. Мы рассказываем свою идею. Обычно нас поддерживают. Очень мало кто отказывается. Обычно, не дослушав, до конца бывает, что отказываются. Но чаще всего поддерживают, приглашают нас на родительское собрание. Чаще всего это параллель. Старшие классы 9-й, 10-й, 11-й. Мы перед ними выступаем, рассказываем о нашем проекте. И дальше родители уже в своем классе договариваются, хотят они пригласить нас или не хотят. Соответственно, это платная услуга. Но мы считаем, что это недорого, потому что одно занятие стоит 100 рублей для одного человека. Давайте про ваш проект. Это Светлана Русинова. Проект называется «Устройство для коррекции устной речи». Я бы добавила, что коррекция устной речи детей. Мне очень хочется сказать скороговорку. Кукушка кушон купила капюшон, к капюшоне он смешон. Идеальная дикция, наверное, это здорово. Особенно, когда ребенок, уже обучаясь в школе, обладает не только этой дикцией, но и грамотной письменной речью. Часто, как согласно статическим данным, каждый второй ребенок, мы проводили эти исследования, прежде чем по пластинам была опробирована, на сегодняшний день имеет либо общее недоразвитие речи, это когда страдает звукопроизношение отдельных звуков, либо более серьезные, уже функциональные, связанные с определенными экологическими, когда ребенок рождается с проблемным, уже с более таким, как дислолей. Я не буду сейчас загружать этими терминами логопедическими. И именно на своем примере родилось это устройство. Устройство очень простое, очень функциональное. Оно не помогает, в первую очередь, логопеду, а в вторую очередь, самому родителю. Часто родители, когда понимают, что что-то не то, какой-то звук отсутствует, звук L или звук R, он идет к логопеду. Логопед тестирует, говорит, да, мы будем с тобой заниматься. Часто это бывает в дошкольных учреждениях, но сейчас развита эта тематика. И в городе Кирове обращаются логопедические центры. Я не буду озвучивать среднюю цену чека, сколько стоит постановка звука. И после этого нужно автоматизировать звук. Я тоже была той самой мамой, когда мне сказали вашему сыну, нужно автоматизировать звук R. Мы его поставили. Ну, вечно занятость. Вы знаете, я отлично понимаю, у меня была такая же проблема, я не выговаривала. Да. Я уже в взрослом возрасте училась. Логопед говорит, вот мы с вами поставили звук в детском саду, давайте вы сейчас его автоматируете самостоятельно. Ну, вот вам логопедические гимнастики, артикуляционная гимнастика, вечная занятость, 15 минут уделить любимому сыну, находили время, но до конца не автоматизировали. В итоге, когда пришли обучаться в школу в первый класс, у нас началась проблема из письменной речи, потому что не автоматизированный звук в дошкольном возрасте приводит к проблемам, которые начинаются именно с письменной речи. И родителям, те, кто заинтересованы в обучаемости, в легкообучаемости своих детей, в познании материала, нужно над этой проблемой, как она есть на самом деле, задуматься уже вот здесь и сейчас. Вот такую проблему мы озвучили, а как мы будем ее решать, узнаем после рекламы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Гимнный разворот» в Кирове. Светлана Удильна, Николай Голиков. Слушатели, не забывайте, что у нас на сайте есть опрос. Спрашиваем мы вас, что такое социальное предпринимательство на страничке ВКонтакте. И предлагаем вам три варианта ответа. То есть вы должны ответить, либо вы знаете точно, что это такое, тогда честно галочку ставьте там. Либо вы догадываетесь, но не уверены, как я был перед эфиром, но потом, как выяснилось, я все-таки знаю точно. Ну и третий вариант, конечно, самый такой простой и понятный. Не знаю. У нас есть кто-нибудь, кто не знает, что это такое? Есть такие, да. Есть? Много ли их? Так, у нас на сайте 11, ну почти даже 12% таких, которые не знают, что это такое. Но рады, что с начала эфира тех, кто голосует за первый ответ, все-таки становится все больше и больше. А вот, ну вот... Ну не зря мы здесь сидим и разговариваем. Не совсем так, потому что у нас в ВКонтакте там совсем другие результаты. 42% до сих пор не знают, что это такое. Тогда продолжим этот разговор. Тогда продолжим. Давайте еще поговорим. Мы остановились. Говорим мы про проект устройства для коррекции устаречия. Светлана Русинова рассказывает нам про это. Обозначили проблему, а как решать? Решать нашей многофункциональной логопластиной устройство. Я сейчас просто для удобства, чтобы тоже радиослушатели, когда выйдет на рынок, там немножко возможно, даже благодаря девочкам на встречу переменам, обучающим семинарам, которые вот я первая та прошла, с нетерпением обрабатываем, то есть дорабатываем свой проект уже к октябрю месяцу, возможно и название немножко понимается, потому что выходя на рынок, вот как раз уже финансовый... Сложно у вас название, действительно. Устройство для коррекции устаречия. Устройство, потому что даже когда делали обучающие семинары, выстроены таким образом, что ты не работаешь сам с собой, ты работаешь с теми ребятами, которые тоже приехали, с этими же социальными предприятиями, которые улучшают мир вокруг себя. Мы с вами остановились. Как решать проблему пластины? Что это такое? Значит, это устройство, имеющее из себя капу, как у боксёров, которое вставляется в рот. Но на капе закреплён пропеллер. Это для того, чтобы правильно ребёнка научить дышать. Дело всё в том, что дети, которые имеют различное функциональное недоразвитие устной речи, у них в том числе работает дыхательный аппарат немножко неправильно. Следовательно, ребёнок дышит, тоже дыхательную гимнастику мы с ним проводим, а потом волшебный язычок говорит, а давай мы с тобой немножко поиграем. А волшебный язычок — это что? А это твой язычок, который находится у тебя в ротике. Он на самом деле волшебный. Я просто думал, что это тоже устройство. Это приём, который используют логопед. То есть в игровой форме вы занимаетесь детьми. В игровой форме абсолютно, потому что это дети. Для детей ведущая деятельность — это игра. Поэтому если эта игра присутствует, ребёнку будет всегда интересно. Но здесь как раз решение — это устройство, да? Да, значит, устройство капа. И на капу надевается в зависимости от того, что мы делаем с язычком, как мы работаем, для того, чтобы он стал послушным у тебя, чтобы он видел твой язычок в ротике очень хорошо, ему было уютно и тепло. Для этого мы вставляем пластинку, имеющую с собой заслонку. Она такая вот, мне здесь, конечно, не передать, это нужно видеть, либо бусинку. А бусинка — это такой шарик, который ты катаешь. Это как колобок, который прыгнул лисичке на носик, и лисичка его съел. Только мы колобка есть не будем. Мы будем, на самом деле, переворачивать эту бусинку то вверх на небо, то вниз на небо. То есть, соответственно, это такой как бы и массаж, и тренировка. Да, это и массаж. А проглотить бусинку ребёночек не сможет? Нет. Мы на сегодняшний день, благодаря специалистам, которые работают в нейроабилитационном центре в Москве, а не часть нашей команды, мы уже опробировали. Маленькая недоработка, на которой сейчас — это крепление. Тут, конечно, заслоночка и бусинка крепятся к этой капе. Тут возникли некоторые сложности, но это чисто конструкторская вещь. Но она в итоге будет закреплена? Она уже закреплена, бусинка, она запаяна. Но она запаяна таким образом, чтобы она могла вращаться. Раньше этого устройства не было. Раньше этого устройства не было. Как работали? Работали руками, логопед работал, и работали зондами. Зонды — это наподобие того, что мы придумали и поставили как раз в эту капу. Есть аналоги зарубежные, но зарубежные аналоги, они вот тоже наподобие капы, это доктор Хайнс, он разработал ещё в 1960 году такую, но это для постоянной носки для детей, у которых серьёзные функциональные нарушения. Ребёнок даже ночь носит эту штуку во рту. Наша логопластина, она даёт возможность родителю заниматься даже в домашних условиях, чтобы автоматизировать звук. То есть это уникальный действительно прибор? Уникальный, инновационный. Вы придумали? Мы придумали, да, придумала я, столкнувшись со своим... Да, изначально первое образование у меня логопедическое. Столкнувшись с этой проблемой, с проблемой своего сына, потом ко мне подключились мои ученики, мои студенты, так как я преподавала, ну, не логопедию, там, другой предмет, но тем не менее, люди, они же, если есть, вот это вот мое такое, то что философия так немножко, если есть вот это понимание, люди, они сами придут к тебе в этот проект. У вас сейчас команды сколько человек и кто эти люди? На сегодняшний день в городе Кирове со мной работают два логопеда. Молодой человек тоже мой студент, он дизайнер, как раз занимается промышленным дизайном, и дистанционно мы работаем с двумя логопедами в Москве, очень известными, это Архипова, ну и вторая ее ученица Светлана Кравцова. Светлана, когда, извини, Свет, не было этого прибора, расскажите, логопед руками работал у ребенка во рту? Да, у ребенка работал во рту, с зонтами, это такие вот, на мой взгляд, как я вернусь к своему сыну, очень страшное устройство, он говорит, мама, меня сейчас поведешь ты опять, что меня будут пытать, и просто ставили звуки автоматизировать родитель сам. А мы даем, еще раз повторюсь, в эфире, что мы даем возможность родителю в домашних условиях, снижая затраты на эту деятельность, автоматизировать дома под собственным присмотром. В дальнейшем планируется, с точки зрения маркетинга, это на сайте будет и диск, будет и логопедическая гимнастика, которую мы сейчас тоже совместно разрабатываем с москвичами. Ну, конечно, сложно себе представить, наверное, это нужно увидеть. Да, однозначно. Светлана, ведь вы тоже работали логопедом, и тоже вот таким ручным способом работали, у вас, наверное, все руки покусанные, да? Ну, покусанные, слава богу, время прошло, поэтому это было. То есть эта пластина облегчит не только детям жизнь, но и самим логопедам. Да, и логопедам. Самое главное, чтобы логопеды в городе Кирове особенно, потому что как-то немножко вот такой вот, ну, знаете, что новое, оно уже воспринимается не совсем так, как хотелось бы, да? Поэтому очень бы хотелось, чтобы логопеды города Кирова понимали, что такое социальное предпринимательство. Это не способ зарабатывания своей прибыли, да, а это возможность помочь нашим детям, тем более, три проекта из города Кирова. Давайте будем масштабировать это дальше. Светлана, чтобы наладить промышленное производство этой пластины, все равно это нужны деньги. Нужны деньги. Был получен первоначально грант, а сейчас мы работаем с собственными средствами, которые есть, ну, и будем надеяться, что все-таки навстречу переменам какой-то там, пусть даже не выигрыш этого миллиона, да, для нас это на сегодняшний день не является главным, знаете, цель такая. А девочки говорили о том, что они потом будут все равно патронаж делать вот этого проекта. И возможно, что мы достучимся до фонда Бортника, что мне не удалось сделать в прошлом году. А если достучитесь, то дальше что? Дальше мы будем масштабировать, то есть сделаем уже серийное производство этой пластины в городе Кирове, то есть именно вывод продукта на рынок. И вот здесь, с точки зрения социального предпринимательства, я когда находилась на обучающих лиминарах, и сейчас, когда прорабатываю проект непосредственно по встрече в октябре, я стала понимать, что будут родители, те, которые будут покупать эту пластину, да, там средняя цена чека, я сейчас пока по себестоимости говорить не буду, но есть родители, дети, у которых страдают и от аутизма, и там у них же у всех идёт проблема с речью, с звукопроизношением. Это вот одно. Мне бы очень хотелось, чтобы цена для таких родителей, она была намного ниже, и либо, возможно, вот сейчас прорабатываем, чтобы это выходило с точки зрения привлечения там... Производство в Кирове. По поводу производства, значит, это всё отдано, чтобы делать, если мы будем понимать, что продукт, он пошёл в масштабах именно России, то, естественно, конечно, о своём производстве надо мечтать, а мечта должна становиться целью, разрабатываться планы, действовать, самое главное. Пока это всё отдано на аутсорсинг, так как серия была изначально для апробации не очень большая, а в дальнейшем будем смотреть. На самом деле производство такое, ну, там не требуется особых затрат. То есть это небольшое предприятие, да? Да, это небольшое предприятие. И самое главное, на сегодняшний день мне очень нравится, что позиция женщин, которые работают непосредственно логопедов из Москвы, что это здорово-сберегающая технология. И нам сейчас, если вот мы сможем получить сертификацию этого как медицинского прибора, а не как логопедического, то тогда масштабы будут намного больше. Тогда будет большой завод. Пойдём к этому. Вы уже ездили в Москву, у вас уже были там обучающие семинары, увидели вы и другие проекты, которые тоже прошли со своими заявками. Что предлагают? Есть вам конкуренции? Моему именно проекту на сегодняшний день я там и не увидела. Но у них, в отличие от меня, то есть я всегда очень, знаете, как бы критично стараюсь, не витая в облаках, я стою на земле и реально оцениваю шансы. То есть у нас на сегодняшний проект, да, он социальный. Владимир Николаевич, нет, Андрей Николаевич Вавилов, когда мы получали первый грант, он сказал, Свет, ну как ты знаешь, зарабатывать миллион, наверное, ты на этом не сможешь, а вот социальное предпринимательство это для тебя. Это было полтора года назад. И Андрею Николаевичу я благодарна за это. И вот на встречу переменам, вот это, наверное, тот шажочек, который был сделан. Будем смотреть, будем надеяться. А девчонкам, которые предлагают там, они действительно решают вот такие проблемы, укореневшиеся сейчас здесь. Особенно то, что касается деток, которых, ну вот, жизнь. Вот так. Да. Дарья, что касается вашей поездки, увидели там тоже какие-то проекты, которые занимаются, возможно, чем-то схожим тому, что делаете вы? На самом деле, именно с подготовкой к экзаменам таких проектов мы не увидели. Возможно, такие были в Новосибирске и Питере, потому что помимо нашей московской группы еще есть две группы по России. Но в целом... Вас специально развели, чтобы вы не подсматривали? Нет, на самом деле специально развели по географическому признаку. Да. Мы когда приехали и увидели, что большинство проблем, которые представлены именно связанные с детьми, с особенностями развития, тяжелые дети... Таких проектов действительно больше, да. Мы почувствовали себя ущербными, если честно, немножко. Почему? Потому что наш проект... Дарья, напрасно бы так. Наша проблема не такая страшная, мне кажется. Но она не менее важная. Вы знаете, мы тоже работаем здесь. Вот знаете, я сдавала ЕГЭ. Это страшно. Да, и на самом деле, вот тоже, когда мы приезжаем на встречи, на семинары фонда «На встречи переменам», действительно очень много проектов, проекты, где помогают детям, которые болеют. Но это не значит, что нужно забывать и про остальных детей тоже. А те, которые сдают экзамены, им, ну, правда, нужно помогать. Их больше, их просто больше. Надо помогать тем, кто больше в том числе. Емкость рынка. Да, емкость рынка. Да, организаторы нам так и сказали, что мы знаем, что тут есть проекты, которые не только с больными детьми работают. Не переживайте, мы вас тоже любим. Вот так вот. Юля, а видела ли ты вот этот прибор? Я не видела, к сожалению. Для постановки звуков. Мы со Светланой также созванивались неделю назад. Она мне также по телефону рассказывала. По телефону показывала, да? Рассказывала. Но на самом деле я мама вот такого трёхлетнего ребёнка, которому нужна помощь логопеда. И я, видимо, клиент буду первой. Ну что, удачи вам. Надеемся, мы с Юлей, что победа будет вашей, что получите вы. Не только те деньги, которые предоставляет фонд «На встречу переменам», но и обучающий семинар, обучение в течение года, которое, уверяю вас, будет вам очень-очень полезным. Спасибо, что к нам сегодня пришли. Дарья Лопатина, методист проекта «Три месяца до экзамена». Светлана Русинова, руководитель проекта «Устройство для коррекции устной речи». Это финалисты конкурса «На встречу переменам». И также Юлия Фанасьева, наш коллега, старший специалист по связям с общественностью кировского филиала «Теле-2». Я быстренько смотрю, что у нас на сайте происходит по поводу нашего опроса, что такое социальное предпринимательство. Но могу сказать точно, что за время нашего эфира тех людей, которые наконец-то узнали, что это такое, стало больше, потому что на сайте 56%. Мне кажется, всё, миссия выполнена. Николай Георгиев, Светлана Удильная. Спасибо. На этом гимназворот заканчивается. Впереди программа «Культпоход».